С продуктами для лица все, теперь перейдем к продуктам для глаз. И давайте начнем с туши для ресниц. Конечно же оставляю тушь от Maybelline, всеми любимая Lash Sensational. Латичная тушь придает ресницам и объем, и изгиб, и нереально просто их удлиняет. Одна из лучших тушей масс-маркета. Ариаль Miss Baby Roll, обожаю эту тушь, конечно же ее оставляю, думаю, что куплю ее еще не раз. Вот такая вот силиконовая щеточка, она просто нереально придает ресницам изгиб, объем, и удлиняет их очень и очень хорошо. Новинка от L'Oreal, тушь продайс Экстатик. Я пока что еще ей недавно пользуюсь, и еще не успела составить о ней свое мнение. Но пока что ничего особенного, неплохая тушь для объема, но может быть она пока еще слишком свежая, поэтому я лучше чуть позже поделюсь с вами своим мнением. Такая вот тушь Буржуа, которая подходит для чувствительных глаз. Это моя первая тушь Буржуа, и не могу сказать, что она плохая, но и не могу сказать, что какая-то супер классная. Придает ресничкам такой очень естественный объем, и неплохо подходит на каждый день. И теперь туши, которые отправляются в мусорку. Как ни странно, обе они люксовые. Первая это Lancome Hypnose. Очень давно хотела ее попробовать, было много хороших отзывов, но, к сожалению, видимо в последнее время, наверное, испортилось их качество, потому что мне она не понравилась вообще. Если честно, на моих ресницах эта тушь не делала абсолютно ничего, то есть она их просто красила, и не было особо никакого-то ни объема, ни удлинения. В общем, мне она не понравилась. И вторая тушь, которую я выбрасываю, это Dior Show Iconic Overcurl. Мне очень понравилась эта тушь, но, к сожалению, она у меня очень быстро засохла. Я не знаю, в чем причина. Может быть, потому что я покупала эту тушь в наборе, и, может быть, у нее уже выходил срок годности, но засохла она у меня буквально недели через 2-3. Но, тем не менее, мне эта тушь безумно понравилась. Она отлично просто подкручивает реснички, удлиняет, придает им сумасшедший объем. Очень шикарно делает ресницы. В общем, теперь хочу попробовать купить эту тушь отдельно, не в наборе. Надеюсь, что качество будет намного лучше. Теперь давайте разбираться с тенями для век. У меня есть как палетки, так и тени-однушки. И это все, на самом деле, что осталось от однушек, потому что я уже делала ревизию своей косметички, точнее, своей всей косметики несколько месяцев назад, и много чего выбросила. Но вот эти вот оставила, такие вот тени от NYX. Я вам несколько раз их показывала в своих макияжах. Мне очень нравится этот оттенок. Называется он Flustered. Такой очень красивый красный насыщенный оттенок. Очень хорошо подходит для каких-то осенних макияжей. В общем, я его, конечно же, оставлю. Далее Maybelline Color Tattoo 24 в оттенке розовое золото. Очень нравится мне этот оттенок. Я пока что тоже их не хочу выбрасывать, потому что сейчас буду делать какие-то макияжи на весну. И они как раз очень такие красивые весенние, поэтому тоже оставлю. Вот такие вот запеченные тени от Essence в оттенке крем-брюле. У меня уже стерлись все надписи, но я думаю, вы знаете, про какие тени я говорю. Мне очень нравится этот оттенок и вообще качество вот этой именно линейки. Посмотрите, какой он красивый. Поэтому тоже оставлю. Вот такие вот две однушки у меня есть также от Essence. Уже из другой линейки. Очень красивый оттенок такой вот чайной розы. И второй оттенок такой бордовый. Очень красивые оттенки, как мне кажется. У меня нету подобных оттенков ни в одной палетке. И думаю, что оставлю их. Также у меня есть вот такие вот кремовые тени от Elf. У меня их было несколько, но я уже все повыбрасывала, потому что я ими вообще не пользуюсь. Хотя по качеству они неплохие, довольно стойкие. Но какие-то оттенки я заказала, не знаю даже зачем. Наверное, я хотела делать какие-то макияжи. И, в общем, потом они мне не пригодились уже. Поэтому, наверное, эти я тоже выброшу. Вот такие вот две однушки. Одна от Art Deco розовая и белые тени шиммерные от Max Factor. Покупала пару лет назад для какого-то видео с макияжем. И после этого практически ими не пользовалась. Поэтому думаю, что тоже пора с ними попрощаться. Также у меня есть одни тени от Colourpop. Заказывала их около года назад. И, вы знаете, я не часто делала с ними макияж. Но когда последний раз их открыла, увидела, что они просто высохли. И посмотрите, я не знаю, это со всеми тенями Colourpop так происходит или это у меня только так. Но я хотела заказать побольше оттенков. Но теперь думаю, заказывать или нет. Если они все за год вот так вот высыхают, то не вижу вообще смысла их покупать. Хотя вот этот оттенок Soul Kish мне очень нравится. Но теперь я не знаю, как ими пользоваться. Потому что они реально крошатся. Посмотрите, какой он красивый. Какой-то такой серо-коричневый с розовым отливом. Очень классные тени, но не знаю. Наверное, я все-таки их оставлю, потому что мне нравится оттенок. Но больше, наверное, заказывать тени Colourpop я не буду. И еще есть у меня вот такие вот тени в карандаше от Catrice. По-моему, это была какая-то лимитка. Купила их, но почти ими не пользуюсь. Какой-то такой вот серо-бежевый оттенок. Иногда использую на все века, когда мне просто нужен какой-то нюдовый макияж. Но пользуюсь не часто, поэтому даже не знаю. Наверное, все-таки выброшу. Теперь давайте быстренько пройдемся по палеткам. Вот такая вот малютка от Dior, которую я покупала как раз-таки в наборе с тушью. И посмотрите, какие здесь красивые оттенки. Мне она очень-очень понравилась. Но мне кажется, что в стандартной их линейке нету подобной палетки. И здесь действительно такие универсальные цвета. Я ей пользуюсь довольно часто на каждый день, поэтому, конечно же, оставляю. Палеточка The Nudes от Maybelline, которую многие любят и многие ненавидят. Но на самом деле, хочу сказать, что тени здесь довольно неплохого качества. И можете видеть, что я довольно часто тоже ей пользуюсь. И на каждый день, и для видео делаю макияж. Поэтому оставляю, конечно же, Naked Basics от Urban Decay. Тоже довольно часто используемая палетка. Особенно вот этот вот оттенок Naked 2 я практически уже использовала, потому что он мой фаворит для ежедневных макияжей. Какие-то другие оттенки использую чуть реже, но тоже все равно пользуюсь. Вот этим вот коричневым тоже довольно часто. Поэтому, конечно же, оставляю отличные тени на каждый день. Просто супер. Далее у меня есть две палеточки от Sleek. Давайте, наверное, начну вот с этой. Это палеточка Also Special. Не скажу, что часто ей пользуюсь, но все равно делаю с ней макияж. И она у меня такая более весенне-летняя, потому что здесь вот много таких розовых оттенков. В принципе, неплохие тени у Sleek. Немножко, конечно, осыпаются, но, тем не менее, мне нравится. Поэтому эту палетку я тоже оставлю. И вторая палеточка от Sleek. Вот такая вот натуральная здесь оттенки. Тоже не могу сказать, что я совсем ей не пользуюсь. Кстати, здесь оттенки очень похожи на палетку Maybelline. Поэтому тоже оставлю, пока выбрасывать не буду. И две мои палеточки от Too Faced. Конечно же, я их не буду выбрасывать. Я их очень люблю. Во-первых, посмотрите, какие шикарные оттенки. Что в одной, что в другой палетке. И качество теней просто на высоте. Более того, я планирую купить себе еще парочку палеток от Too Faced. Сейчас, на данный момент, это мои самые любимые тени. Они отлично просто растушевываются и шикарно пахнут. В общем, обожаю. Что касается бас под тени. У меня их сейчас три. Но еще одну от NYX. Чисто белую я не могу найти. Поэтому покажу вам только две. Одна от NYX Proof It водостойкая и Urban Decay Primer Potion. По сути, эти базы очень похожи. Они очень похожи по цвету, по консистенции. И, в принципе, по качеству могу сказать, что NYX ничуть не уступает. В общем, я сейчас обе их использую. Теперь давайте разберем карандашики и подводки. Вот такой вот карандашик от NYX для глаз и бровей. У меня он в оттенке Black Brown, черно-коричневый. Мне он очень нравится. Пользуюсь им для того, чтобы подчеркивать межресничное пространство. Очень нравится оттенок. Такой черно-коричневый, не слишком темный. Очень хороший он также по стойкости. Оставляю. Также у меня есть такой вот карандашик от Maybelline. Если честно, даже не помню, откуда он у меня. Наверное, в каком-то журнале попался. И он такого черного оттенка, довольно стойкий. Раньше пользовалась, им сейчас практически не использую, потому что предпочитаю для глаз использовать какие-то коричневые лайнеры и подводки. Поэтому, наверное, я его выброшу. Далее, подводка Фломастер от Smashbox в черном оттенке. Также покупала давно, когда еще использовала черные лайнеры. В принципе, неплохая, но она дает довольно такую толстую какую-то линию. Довольно сложно с этим лайнером сделать очень тоненькую линию. К тому же, черными подводками я уже не пользуюсь, поэтому выкидываю. Моя любимая подводка Фломастер от Luxe Visage в коричневом оттенке. Просто идеальная для меня подводка в коричневом, таком темном коричневом оттенке. Очень естественно смотрится на глазах. Можно их делать и по тоньшей линии. Идеальная бюджетная подводка на каждый день. Еще одна подводка, которую я очень люблю. Physicians Formula. Заказывала на iHerb. И, как видите, взяла вторую на запас. Но первая еще пока что не планирует заканчиваться, хотя пользуюсь я ей довольно давно. Очень нравится, какую тонкую линию с ней можно нарисовать. Тоже у меня в коричневом оттенке. И тоже частенько пользуюсь ей на каждый день. Поэтому, конечно же, оставляю. Далее очередь продуктов для бровей. Давайте, наверное, начну с моих любимых помадок. Eyebrow Definition Cream от Pupa. У меня в оттенке 003. Такой теплый шоколадно-коричневый оттенок. На мне этот оттенок абсолютно не рыжит. С удовольствием им пользуюсь, оставляю. Моя самая-самая любимая помадка для бровей от Anastasia Beverly Hills. В этот раз взяла оттенки Ebony. Но все-таки немножечко он для меня темноват. Но я ее все равно оставлю. Потому что можно варьировать цвет, если взять совсем чуть-чуть продукта. И получится не совсем темный оттенок. Но я ее все-таки оставлю для каких-то особых случаев. Потому что именно с этой помадкой брови получаются просто шикарные. Еще одна помада для бровей от Elf, которую я тоже оставляю. Она у меня в оттенке Medium Brown. Но мне сейчас этот оттенок нравится больше всего. И именно этой помадой я сейчас пользуюсь чаще всего. Такой серо-коричневый холодный оттенок. Очень натурально смотрится на бровях. И по качеству эта помада ничуть не хуже, чем Pupa или Anastasia. Тоже для бровей Maybelline Brow Drama. У меня она в оттенке Medium Brown. Тоже сейчас пользуюсь ей каждый день. Мне очень нравится этот аппликатор. Для меня оказался он самым-самым удобным из всех, что я пробовала, наверное. Поэтому, когда закончится, обязательно куплю себе еще одну такую. И теперь продукты, от которых я избавляюсь. Brow Corrector от Deepage. Это мусс для бровей. В принципе, неплохой продукт. Интересная задумка. Но настолько много продукта набирается сразу на вот этот вот аппликатор. И он настолько пигментированный, что приходится его вытирать для того, чтобы прокрасить брови. Иначе они у вас будут очень темные. И слишком много продукта будет на бровях. В общем, мне понравилось с ним возиться. Не вижу в этом смысла. Если у меня есть куча других продуктов для бровей, которыми пользоваться гораздо легче. Поэтому выкидываю. Далее. Вот такой вот карандашик от Dior. Конечно, очень жалко с ним расставаться. Но, вы знаете, неудобно все-таки им пользоваться. Поначалу он мне очень нравился. Было удобно им пользоваться. Довольно такая широкая получается линия. Очень удобная. Но сейчас, как видите, он затупился. Теперь получается не такая ровная тонкая линия, как поначалу. И к тому же он крошится при нанесении. Поэтому я его выбрасываю. Хотя задумка, в принципе, неплохая. И выкидываю также карандашик от Art Deco. У меня этот карандаш во втором оттенке. Во-первых, оттенок для меня оказался слишком темным. И, во-вторых, этот карандаш слишком такой мягкий, пудровый. Я такие карандаши не люблю. Я люблю что-то более твердое, восковое. Потому что с этим карандашом я вообще не могу нарисовать красивую форму. Он постоянно размазывается и ломается. И, наконец, переходим к продуктам для губ. Начну с карандашиков от Urban Decay. Которые, конечно же, я оставляю. Потому что обожаю их по качеству. Они мне нравятся пока больше всего. Но, к сожалению, они не бюджетные. Начну с оттенка Naked 2. Как видите, он у меня уже практически закончился. Потому что это мой самый любимый оттенок последних нескольких лет. Такой нюдовый, какой-то уходящий немножечко в коричневый оттенок. И недавно я приобрела вот такой вот оттенок Broken. В нем больше розовинки. И он больше подходит под мой натуральный оттенок губ. Но, как видите, они практически похожи. Также у меня есть оттенок Naked. Но он немножко слишком для меня светлый. И более такой розовый. Я им пользуюсь реже. Но все же тоже пользуюсь. И последний оттенок, которым я пользуюсь реже всех. Это Manic. И я думала, что он будет более нюдовый, когда покупала. Но он такой достаточно интенсивный. Такой темно-розовый. И я им тоже пользуюсь. Но больше предпочитаю использовать его под загар. Теперь давайте пройдемся по бюджетным карандашикам. Первый вот такой вот от Vivienne Sabeau. В оттенке 102. Я его, конечно же, оставляю. Потому что мне очень нравится этот оттенок на каждый день. Такой тоже нюдовый. Очень красивый. Также у меня есть два карандашика. Очень бюджетных от Stellar. Но покупала я их тоже довольно давно. И сейчас как-то ими практически не пользуюсь. Брала тоже для какого-то видео. Но, как видите, оттенки здесь не очень. Вот. Поэтому, наверное, я думаю, что тоже от них избавлюсь. Также оставляю вот такой карандашик от Essence. Он тоже очень бюджетный, но мне нравится этот оттенок. Это оттенок номер 6. В принципе, неплохой. Не очень стойкий, но для бюджетного карандашика неплохой. И также оставляю два карандаша. Первый от Pupa в оттенке 17. Такой легендарный оттенок. Мне кажется, что у многих он есть. Нюдовый, но достаточно темный такой нюд. Уходящий в коричневый. Очень красиво смотрится тоже под загар. И второй карандашик от Be You в оттенке 529. Тоже пользуюсь им довольно часто. Тоже такой нюдовый, больше уходящий в розовый. Но тоже очень красивый оттенок. Это все, что осталось у меня от блесков для губ. Тоже несколько месяцев назад все повыкидывала. И давайте начну с Dior. Лид максимайзер. Конечно же, оставляю. Я его покупаю постоянно. Мне очень нравится оттенок, который он придает губам. Он очень приятно пахнет. И делает губы действительно очень красивыми. Конечно, он губы не увеличивает. Но делает их очень ухоженными. И, кстати, неплохо также увлажняет. Также у меня есть два вот таких волюмайзера от Ardeco и от L'Etoile. Я их покупала, чтобы сравнить с максимайзером от Dior. Потому что некоторые их советуют как аналоги. Но на самом деле, никакие это не аналоги максимайзера от Dior. Ardeco совершенно обычный блеск. Практически прозрачный. Вот этот вот от L'Etoile дает такой молочно-розовый оттенок на губах. И к тому же довольно липкий. Я ими не пользуюсь. И пришло время их выбросить. И еще у меня есть вот такое вот масло для губ от Lumine. Потрясающий продукт. Придает губам не только блеск, но и увлажняет их, и напитывает. Очень красиво смотрится на губах. Оставляю. И еще один блеск, который я, конечно же, оставляю. Пользуюсь им довольно часто. Это Lip Injection от Too Faced. Кстати, многие меня спрашивали, что у меня с губами в некоторых видео. И говорили, что я накачала губы. Но ничего я не накачивала. Просто пользуюсь для видео этим блеском. Он очень сильно, просто очень печет губы. Но реально он их увеличивает. Они становятся больше, они становятся краснее. И выглядят, как будто бы вы сделали реально укол. Очень нравится, кстати, у меня этот блеск в оттенке Spice Girl. Далее у меня есть две матовые помады от марки Colourpop. Первая вот такая вот в оттенке Notty. Очень красивый нюдовый оттенок. И второй оттенок Bianca. Такой очень красивый темно-сиреневый оттенок. Кстати, когда помады высыхают, то они становятся немножко темнее, чем при нанесении. И мне нравятся эти помады. Оставляю. Также у меня есть три помады Dior Addict. В оттенках Smile, Mellow Beige и Sophisticated. И вот этот вот третий оттенок, он, по-моему, был лимиткой осени 2017 года. Точно не знаю, но мне они нравятся. И я, конечно же, их оставляю. И планирую пополнять коллекцию помад Dior Addict, потому что они просто потрясающие. Они увлажняют губы. Они очень красиво смотрятся на губах, сияют. В общем, мне нравится. Далее оставляю также вот такой вот тинт от Dior. У меня он в оттенке 491. Такой вот оттенок, но на губах он смотрится более таким нюдовым и не уходит в красноту. Очень нравится, как этот тинт лежит на губах. Очень приятный у него такой аромат и мятный вкус. И на губах он держится довольно долго. Далее матовая помада от NYX в оттенке Abu Dhabi. Конечно же, я ее оставляю. Очень нравится использовать эту помаду на каждый день. Она у меня уже практически заканчивается, но обязательно куплю снова. Моя пока что единственная помада от MAC в оттенке Velvet Teddy. Не скажу, что я как-то очень люблю эту марку, но мне вот понравился именно этот оттенок. Очень красивый, такой темно-розово-коричневый нюд. Тоже довольно часто ей пользуюсь, отлично подходит на каждый день. Еще одна моя любимая помада это Rouge Coco Shine от Chanel. У меня она в оттенке Boy и она у меня уже практически заканчивается. Но это очень и очень такой красивый нюдово-розово, какой-то блестящий шиммерный оттенок, который на губах смотрится просто потрясающе. Конечно же, я ее оставлю и обязательно повторю. Еще одна очень красивая помада от Inglot в номере 17, матовая, которую я также оставляю. Такая тоже нюдовая помада, которая уходит больше в розовинку. Тоже довольно часто ее использую. Далее Chubby Stick от Clinique в оттенке Super Strawberry. Очень мне нравится. Тоже такой легкий увлажняющий бальзам. На губах смотрится очень красиво. И последняя помада, которую я оставляю, это, наверное, единственная красная помада, которая у меня на данный момент есть, помада от Nars, матовая помада в оттенке Amsterdam. Мне кажется, очень красивый оттенок. Я довольно редко использую такие какие-то темные красные оттенки для губ, но все равно одна такая помада в косметичке быть должна. Теперь помады, от которых я избавляюсь. Две вот такие вот от Bobby Brown. Покупала их тоже довольно давно, уже, наверное, года два назад. Первый оттенок это Nude Sand. В принципе, неплохой такой оттенок на каждый день, нюдовый. Но если бы было побольше, чуть розовинки здесь, наверное, бы я им все-таки чаще пользовалась. И второй оттенок это Pale Peach. Очень красивый оттенок, но мне не нравится, как он лежит на губах. У него такая странная текстура. И на губах смотрится, как инородное тело. Очень подчеркивает все складки губ. Если губы сухие, он это подчеркнет. И также подчеркивает все шелушения. Далее выкидываю помаду от Be You. У меня она в оттенке 304. Хотела купить что-то нюдовое, но, к сожалению, на губах смотрится этот оттенок просто ужасно. И тоже цвет такой неравномерный. Подчеркивает тоже все шелушения. И вообще у меня на губах он выглядит, как какой-то мертвецкий бледный оттенок. Поэтому выкидываю. Такая же история с Color Sensational от Maybelline. В оттенке 725. Тоже в стике выглядит очень красиво и такой нюдовый. Но на губах смотрится просто ужасно. Какая-то такая полупрозрачная. Тоже все подчеркивает. Поэтому не буду ей пользоваться. Также выбрасываю помаду от Givenchy. Матовая помада в оттенке 101. Очень красивый такой нюдовый оттенок. Но мне не нравится, что у этой помады практически нулевая стойкость. И она не совсем, как видите, матовая. Все-таки чуть-чуть такая больше сатиновая. Последняя помада от Divash. Мне она попадалась еще, наверное, год назад в какой-то коробочке красоты. Такой ядреный розовый оттенок. И, в принципе, он неплохой. Но я знаю, что я не буду им пользоваться. Поэтому не вижу смысла хранить помаду у себя. Выбрасываю. Ну что ж, девчонки, вот такая вот кучка косметики собралась на выборах. Не скажу, что много. Но это примерно половина одного ящика моего косметического коммода. Так что у меня появилось место для новой косметики. Я как раз присмотрела себе несколько продуктов из новых весенне-летних коллекций. Но не хочу ничего покупать, пока не выброшу старое. Поэтому с чистой совестью избавляюсь от этой кучки. Спасибо вам большое, что выдержали это видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Может быть, что-то полезное для себя тоже узнали. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!